Вот сотни москвичей получили ватсап спам сообщений африканских и мексиканских номеров от кандидатов внутрепартийного голосования Единой России Светланы Разворотневой, вот хорошая такая Светлана Разворотнева, интересно куда она развернется потом после Единой России. В своем письме она сообщает, что они будут меньше платить за продукты питания ЖКХ, если Светлану выберут, обхохочется. Причем они должны, это же праймерис Единой России, это не выбор в Госдуму, это на праймерис она должна победить внутри Единой России. И пишет она, что Единая Россия это сильная влиятельная партия и прочее, так что в мае пройдет этот праймерис и очень смешно, что она воспользовалась таким ресурсом, то есть какими-то телефонами из Мексики, из Африки для того, чтобы победить на праймерис. Даже не на выборах. Жуть, конечно. Представьте, сколько людей откликнутся на этот праймерис. Два с половиной инвалида. Значит у нас вот 6 мая, православный мир почитает Георгия, святого Георгия Победоносца. В связи с этим очень хорошая фотография, мне понравилась. Вот она, видите. Георгий поражает змея. И тут все аплодируют, эти ушлепки рядом стоят и хлопают в ладоши. Вообще интересно так в дыню, укол засунуть, это было очень смешно. Путин назвал оправданными нерабочие дни в мае. В целом, насколько я вижу, решение оказалось оправданным. У нас продолжается снижение заболеваемости. Странно, они как-то не договорились. То его министры говорят, что никто не взял этих выходных. То есть все предприятия, ну не все, а большая часть работает и забили те выходные, которые предоставил Путин. А Путин говорит, что в связи с этим заболеваемость стала падать. Что-то она как-то быстро у него, эта заболеваемость упала. Когда надо, она у них растет. Когда им надо, когда надо, падает. Молодцы. В России могут ввести новый налог 2% на зарплату для выплат пособия безработным. Представляете, то есть вот Единоросс Андрей Исаев, ну самый мерзкий, конечно, из всех, да, просто гнусный, так, как у Гоголя, да. И только и скажешь, эко-мерзостный, глянешь на такую рожу, ну только и скажешь, эко-мерзостная рожа. Вот эта эко-мерзостная рожа предлагает уже законопроект, и уже Дума начала рассматривать его, страхование занятости. То есть они хотят еще денег с зарплаты каждого, теперь 2%. То есть они там потратились полторы тысячи на некоторых безработных, коих меньше миллиона человек, можете себе представить. А хотят много денег, потому что работающих-то дофига, и 2% это очень большие деньги. Потому что не по полторы тысячи они получают, понимаете, эти работающие. Поэтому они украдут очень много на это. Жутко. Можно, в общем-то, сесть, подсчитать, если исходить из того, что сейчас 73 миллиона работающих, вот считать по 2% сноса. А средняя зарплата, про которую они говорят, это сейчас 40 там с чем-то тысяч. Можно себе представить, должно какое-нибудь пособие по безработице. Оно должно быть как средняя зарплата, там под 40 тысяч. А они будут такое пособие платить? Конечно, нет. И в Витебской области устроили реконструкцию сожжения жителей деревни Шуневка, которое произошло во время Великой Отечественной войны. Я решил вам это не показывать. Вы знаете, я на полях для себя записал, и думаю, это будет цитатой сегодняшнего дня. Бесы всегда играют в ад. Так оно и есть. Бесы всегда, никак они не успокоятся. Потому что какие-то сожженные деревни демонстрируют. В концлагерь играют, еще во что-то играют. Вячеслав Вячеславович по медовеси шагает. В стране дети в театре на сцене изображали могилы павших солдат. Я не шучу. Ну, а что же тут? В общем-то, это не самое страшное. Изображать могилы павших солдат. В общем-то, это какой-то сиур, да, или аутграунд, я бы даже сказал. И, может быть, даже это как-то весело, если это в театре, да, если это вот такие акции с сожжением или концлагеря, ну, это какая-то хрень. А вообще приурочивать к 9 мая такие вещи, ну, мне кажется, это пошлость называется. Вот пошлость, как она есть. Почему-то все считают, связывают пошлость с сексуальностью, эротикой и так далее. Вовсе нет. Вот это гораздо пошлее. Продолжение следует...